Муниципальный лагерь «Ровесник» продолжает свою работу. В течение лета там смогут отдохнуть и оздоровиться 450 славянских ребят. Для них будет проведено 5 смен, каждая посвящена определенной теме. Сейчас в лагере проходит эколого-биологическая смена «Экоград. Слёт юных экологов». О том, как отдыхают ребята, чему учатся у своих наставников и с какими впечатлениями будут возвращаться домой, узнали наши корреспонденты. Весело, зажигательно и интересно. Именно так можно описать лагерь «Ровесник». Каждый день здесь наполнен яркими впечатлениями, увлекательными мероприятиями и новыми знакомствами. Ребятам будет, что вспомнить об этом лете. Я в «Ровеснике» первый раз. Здесь очень весело, шикарные мероприятия. Почти во всех участвую. Дискотека у нас веселая, хорошая музыка. Море чистое, за нами следят. У нас очень хорошие, вожатые. Повара очень вкусно готовят. Друзей тут много и вид красивый из комнаты. Очень нравится. В смене «Экоград» слёт юных экологов отдохнут и оздоровятся 90 ребят. Все они победители и призёры краевых районных конкурсов и олимпиад по биологии и экологии. Путёвки в «Ровесник» ребята получили за свои достижения. Такую меру поощрения уже не первый год применяют в Славянском районе. За это мы благодарны главе нашего района Роману Ивановичу Синеговскому. Все наши мероприятия – это не просто мероприятия. Они направлены на то, чтобы дети ещё больше обратили внимание на проблемы экологии и окружающей среды. Своего любимого дела заботиться о природе ребята в лагере не оставляют. Напротив, для них ежедневно проводятся всевозможные экологические викторины и конкурсы. Например, ребята строили скворечники из вторсырья. Для каждого из них очень важно внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Я хожу на кружок «Юные экологи». Я, получается, победила в конкурсе «Люблю своего домашнего питомца». Я рассказала о своей собаке и я получила первое место. Мы помогаем птицам, мы построили уже скворечник, мы делаем всё там для животных. Если мы делали скворечник для птиц, мы не трогали деревья, мы просто брали опавшие ветки или вообще там не рвали ветки с деревьев, потому что природу надо беречь, природа – это самое ценное у нас на земле. В свободное время дети играют, общаются друг с другом, готовятся к творческим концертам, которые проходят каждый вечер. Размещаются в уютных четырёх и шестиместных комнатах, многие с видом на море. Мы здесь живём, у нас в комнате четыре человека, у нас вид из окна море, это очень классно. Обязательный пункт в распорядке дня – поездка на море. Солнечные и морские ванны они принимают на пляже «Оазис», куда их доставляет школьный автобус. На пляже для детей отведено специальное место для купания. В ровеснике я уже второй год, хочу ещё сюда приезжать, здесь очень весело и прекрасно. Море очень чистое, красивое, тёплое, здесь очень здорово. На море дети находятся до полудня, купаются, загорают, строят башни из песка. После возвращаются в лагерь, где их ждёт вкусный обед, а вечером – увлекательная программа и дискотека. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».